Всех приветствую! Я сегодня приехала на кладбище. У меня отец умер два года назад, в это время, в мае 20-го. И я теперь крашу в мае, раз в год приезжаю, ухожу из-за могилы. Ребята, в том году я красила износостойкой краской долей. Три в одном. Антикор, грунт и укрывка. Они гарантируют, что за 8 лет этой краски ничего не будет. В принципе, я смотрю, она в хорошем состоянии, эта ограда. Но сегодня я купила еще новую порцию этой краски. Покрасим еще разок. Она нигде не шелушится, но я взяла с собой щетку по металлу. Вот так сейчас зачищу. Ну, тут почти ничего не шелушится. Все хорошо. Но вот если вы поедете на своей ограду и ухаживаете, то обязательно щетку такую вот по металлу себе приобретите. С ней будет намного легче вам снять старую окалину, шкварки какие-то. Слушайте, ну в хорошем состоянии. Сейчас я вам поближе покажу. Все хорошо. Ограда просто отличная, ребята. Вот она. И даже блестит. Покрасим сегодня. Еще первый раз начнем красить. Потом вам покажу, в каком состоянии. Ну, в отличном состоянии. Ребята, хорошая краска. Она и когда я в том году ей красила, у нее гомогенная лак, у нее прямо в толще этой смеси намешан. Хотя его, конечно, надо и размешать было бы. Вот. Ну, просто отличная, ребята, красочка. Ну, а запах обязательно одевайте, когда будете красить. Все, что на растворителях, ну, это на сальвенте. Эта эмаль. Вот. Обязательно одевайте маску, полумаску. Защищайте органы дыхания от посторонних каких-то этих, ну, паров. Слушайте, ну, отлично, ребята. Хорошо она покрашена, просто отлично. В том году здорово я покрасила. Ой. Ну, я и до этого, честно говоря, ухаживала. Просто в том году уже, когда все отец тут был, а так у меня дедушка тут захоронен с 55-го года был. Это Алтуфьева. На территории Москвы маленькая клубица закрыта. Ну, родственников подхоранивают. Так. Купила я к окрашиванию оградой. Но в этот раз цвет у меня был вот тот раз год назад темно-коричневый, а этот получился кирпичным цветом. Другой, видать, цвет заколерованный у них в банке. Ну, ничего, сейчас все равно буду красить. Грунт-эмаль, 3 в 1, 0,75. По цвету у них ну, как бы он похож на то, что да, немножко краснее, чем у меня был коричневый. Рал 8017. Ну, мне очень нравится, ребят. Вот я второй раз уже беру. Вот, отлично. Это для металла. 3 в 1. Антикор, грунт и укрывка. Я уже себе отлила. Вот, лоточек. Кисть, искусственная щетина черного цвета, хорошо берет, хорошо отдает и не лезет. Вот эта, венза. 50 мм. Размешала хорошо. Растворителем тут является сольвент или тоу-лол. Ну, я без растворителя сейчас. У меня только потому, что уайтспирит. Уже прочитала, когда выходила из дома, что у них на другом растворителе. Ну, сейчас начну красить. Уже, говорит, кладбище закрывается. Парень шел. Служители этого кладбища. Это закрытое кладбище Валтуфьева. Тут уже подхоранивают, ну, к родственникам. Вот, кто, у кого... Это из деревни Виберева тут были захоронены люди. Вот. В 56-м году это кладбище было открыто. Вот, сперва вот мой дедушка тут в 55-м году был захоронен, а теперь мой отец. Два года тому назад подхоронили к моему дедушке. Вот я их навещаю. И так, ребят, вот мой привет малярный. Дедушке. Сперва 10 лет я дедушке последних красила. А теперь уже два года к отцу прихожу. Вот, хорошие были люди. Оба труженики. Отец был у меня электриком. Дедушка колхозником, наверное, был в своей деревне Виберева. Вот, я им ограду варил мамин брат. Он был сварщиком. Вот. Единственное, вон, калитка отвалилась. В том году еще она на одной петле держалась, а сейчас уже просто прислоненная была. Петля за зиму не выдержала груза. Ну что, хорошо растушевывается, ребят. Но я люблю не из банки, а вот из лотка. Красим туда-сюда. Вот так. Сейчас сначала прокрашу. Хочу посмотреть, как красочка ложится. А что, на хорошую поверхность отлично ложится. Я всегда красила, не когда я просто эмалевая краска 115-й, я не красила металл. Я всегда покупала с антикоррозийным эффектом. И, ребят, это сыграло свою роль. Награда хорошая, крепкая. Но металл, конечно, толстый. Вот. И вот эта краска, она очень хорошо ложится на металл. Об краешек снимаю излишки. И продолжаю дальше красить. Вот так. Ну, сегодня начну. Сейчас буду, наверное, уже скоро завершать. Сейчас немножко покрашу. А то закроют кладбище и меня внутри оставят. Крашу вверх-вниз, вверх-вниз. Чтобы не снашивалась с одной стороны только кисть. Чтобы равномерно снашивалась. Крашу. Туда-сюда. Вот так. Растушевываю. Растушевываю. Вот так. Крашу. Крашу. Я ее очищаю. И дальше уже вот наношу на ограду. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Она быстро сохнущая, тексатропная, то есть наплывок не оставляет. На любые виды металлов ложится. Новая краска, старая, потому что она является грунтом. То есть у нее хорошая степень адгезии, прилипания в этой доли. Антикоррозийная краска, антикорр, грунт и укрывка. Три в одном. Обычно краски эмалевые, это грунт, в лучшем случае они, и укрывка. Но это именно для металла, то есть то, что надо нам. У нас именно металл и долговечность покрытия, они пишут, что это 8 лет. Они гарантируют, что при двухслойном покрытии 8 лет простоит ваше изделие. Вот так. Вот так. Ну что, вовнутрь иду. Ну что, я покрасила свою ограду. Вот она, коричневого цвета, изнутри. Вот этой грунт-эмалью по ржавчине, далее. Вот тут 0,75. Приблизительно напишут до 13 квадратных метров. Вот, посмотрим. У меня еще осталось, но я еще и не докрасила. Я себе покупала гладкую. В ней преобразователи ржавчины, вторую антикорр и третью декоративную эмаль. Вот грунт-эмаль по ржавчине. Глянцевая, высокопрочная, сохнущая, быстро сохнущая. Меня она устраивает, ребят. Что она, значит, что защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозии. С толщиной до 100 микрон. Подходит для обработки деревянных поверхностей, эксплуатированных внутри помещения. Так что для дерева она тоже подходит. Вот, что она тексатропная. Мне вот капель, капель у меня не образуется. То есть вот я веду, и каплю вот такой вот грядкой не образуется. Также вот, ребят, у меня есть еще молотковая. Это эффект, как бы, кузнеца. Как будто вот чеканка кузнеца. Она будет с такими дырочками, пузыречками. Тоже три в одном. Прямо по ржавчине. Высыхает за два часа. Тексатропная. Срок службы 10 лет. Вот, которая у них идет молотковая. Это черная. Она на 10 лет гарантия. А вот, которая не молотковая, гладкая, она на 8. Вот. Я в этот раз, видите, немножко промахнулась цветом. Что вот темно-коричневый вроде как. РАЛ 8017. Вот этот цвет, у них он уже был заколерованный. Вот. Наносится кистью, распылителем. Сольвент. У них растворитель сольвент. Но она, в принципе, ребят, в меру жидковатая. В меру. Что не обязательно. Размешать только надо хорошо. Почистить надо щеткой. Щетка по металлу. Вот окалину всю. Вот так вот ее пройдетесь. Старую ограду. Вот. Это вот такие щетки очень хорошо чистят. Они несколько рядов тут. И тоненькие вот такие у них проволочки тут. Вот. Почистите. Смахнете эту вот окалину всю. И покрасите сперва первый раз. А потом второй раз покроете через интервал. Как она высохнет. Там 2-3 часа она высохнет. И пока вы дойдете до другого края, уже можно будет красить заново. Вот моя работа. Сейчас я вот, сегодня я сделала только вот это вот с двух сторон первый раз. И внутри прошлась. Вот. Завтра приду и буду красить уже дальше. Вот моя работа, ребята. Вот. Она, видите, ничего тут не стекает. Это значит, она текстотропная. Текстотропная, которая не образует капли. Вот эта доли, она текстотропная, не образует капель. Видите, у меня все гладкий, краешек гладкий. Вот я веду, все гладенько. Растушевывается она очень хорошо, ребят. Прилипает тоже отлично. Рекомендую вам эту краску для ограды, для заборов. Она не воцветает. От солнца, от дождя. Все хорошо. Вот. Ну что, ребят, буду с вами прощаться. Завтра еще раз приду, буду продолжать и вторым слоем покрывать. Всего доброго, до встречи. Пока.